Вера отступничества, о котором пророчествует в этом стихе Святой Дух, не является явным открытым отречением от веры. Здесь описано очень незаметное действие, постепенный, шаг за шагом, шаг за шагом уход, занимающий некоторое время. Это очень медленный выход и плавное изменение положения. Вот что предсказывает в этом стихе Святой Дух. Чтобы мы знали, послушайте, что еще здесь сказано. Отступят некоторые от веры. Интересно, в греческом тексте перед словом «вера» стоит определенный артикль, и это крайне важно. Слово «вера» в данном случае означает не веру в чудеса, финансовые благословения или что-то подобное. Здесь сказано о конкретной вере. «Определенный артикль указывает на то, что здесь говорится о доктрине или устоявшемся, проверенным временем учении из Священного Писания». Согласно этому стиху, Дух Святой предсказывает, что в самом конце эпохи некоторые, не все, а некоторые, часть, начнут отступать от ясного учения Писания. Они будут понемногу отдаляться от Божьей истины и станут верить в то, что привлекло их внимание. Послушайте еще раз внимательно. Это не значит, что люди будут открыто отрекаться от веры. Есть большая разница между отречением и отступлением. Отречение — намеренный шаг. Отступление может быть медленным и ненамеренным. Оно происходит в жизни тех, кто постепенно отступает от своих прежних убеждений, незаметно отдаляется от ранее занимаемой позиции. И Библия говорит, что они делают это, потому что «внимают духом обольстителем и учением бесовским». Что значит «внимать»? По-гречески это составное слово «pros echo». Оно состоит из слова «pros», что значит «податься к чему-либо», и слово «echo», что значит «держаться или ухватиться». В данном случае это слово описывает тех, кто в течение долгого времени верил во что-то, но потом двинулся в ином направлении. На них оказали влияние, и они изменили свою позицию, постепенно уходя от своих прежних убеждений, их сосредотачивая внимание на чем-то другом. Рик, можно я кое-что скажу? Конечно. Ты сказал, что люди будут отходить от веры, а я размышляю о тех, кто останется в вере. Мы должны держаться за Божье слово и знать, что говорит Святой Дух. Мы должны лучше знать Его, чтобы лучше понимать и не отступить. Совершенно верно. Но в этом стихе речь идет о тех, кто отступит. Сосредоточимся на них. Это люди, которые мало-помалу оставляют то, что некогда было знакомым, ценным, значимым, дорогим. Когда-то это было их упование. Когда-то они верили в это, стояли на этом, но потом стали постепенно отходить, отдаляться, отступать от своей веры, обратили свои мысли к новым возможностям, к иной системе убеждений. Вопрос, что же заставляет людей оставлять ясное учение Писания? Что это за внешнее воздействие, из-за которого они изменяют свои взгляды? Апостол Павел дает нам ответ в этом стихе. Он пишет, «Внимая духом обольстителем и учением бесовским». Послушайте, что означает слово «обольститель» по-гречески «планао». Слово «планао» описывает обман или нравственное блуждание. Удивительно, правда, Денис? Наши убеждения влияют на наш образ жизни. И здесь мы видим обманутых людей, которые отходят от моральных устоев. Это описание человека или целого народа, сошедшего с верного пути. Он впал в нравственное заблуждение и остался без руля и ветрил. Это же слово используется для описания животного, который не может найти свою тропу. Это слово также означает потерять нравственный ориентир или просто сбиться с нравственного курса. Именно в таком абсурдном положении оказалось современное общество. Люди совершенно перестали различать правильное и неправильное. Знаешь, именно об этом пророчествовал Исаия. В пятой главе своей книги он пишет, что в конце времен нравственные принципы будут так искажены, что люди будут называть зло добром, а добро — злом. Здесь говорится о днях, когда общество попросту сорвется с якори моральных устоев. Мы живем именно в эти времена, друзья. Библия говорит, что это результат воздействия духов-обольстителей. Обольстителей — тех, кто пытается столкнуть людей с верного курса, заставить их сойти с правильного пути, по которому они когда-то шли, и увести их в сторону. Здравствуйте, друзья, это Эрик Реннер. У меня для вас отличная новость. Моя телевизионная программа под названием «Измени свой мир» теперь выходит на отдельном YouTube-канале, где представлено учение на самые разные темы. Это учение, которому вы можете доверять. На новом канале вы сможете получить наставление из Божьего Слова. Мы погрузимся в изучение Библии и найдем там сокровища, которые изменят вашу жизнь. Освободить разум от неправильных мыслей. Вы узнаете, как обрести исцеление, укрепить брак, воспитывать детей и многое другое. Подписывайтесь на наш канал, нажмите на колокольчик, чтобы всегда знать о появлении нового учения, которое мы приготовили специально для вас. Также пишите комментарии. Для меня очень важно мнение зрителей, и я всегда читаю ваши комментарии. Итак, подписывайтесь и нажмите на колокольчик на нашем новом YouTube-канале «Измени свой мир». Субтитры подогнал «Симон»!